В последнее время рубль значительно укрепился относительно доллара и болтается уже давно в районе 61 рубля за доллар. И многие радуются, а считают, что это хорошо. На самом деле, я считаю, что это приближает смерть экономики России. Сейчас я объясню почему. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, что такое крепкий рубль. Вообще говоря, все страны, которые существуют, они стремятся ослабить национальную валюту. Для чего они это делают и почему рубль так значительно укрепился? Ну, смотрите, на курс валюты влияет в значительной степени, ну, огромное число факторов и в том числе внешнеторговый баланс. И как это делается вообще говоря, для чего существуют центробанки? Они существуют для того, чтобы регулировать курс национальной валюты. Что у нас было? Смотрите, у нас есть два встречных потока. Один поток – это экспорт из нашей страны за рубеж. И за счет этого экспорта мы отправляем туда товары, получаем оттуда доллары. Вот. И есть обратный процесс, то есть туда товар, оттуда доллары. Есть обратный процесс, это называется импорт. Когда мы туда доллары, а оттуда покупаем товары. И эти два встречных потока, они должны балансировать друг друга. И как раз на основании этого баланса, ну, определяется внешнеторговый баланс. И на основании этого баланса, в общем сказать, ну, во многом формируется курс национальной валюты. И Центробанк этим занимается, на самом деле. Ну, так сказать, там есть еще масса факторов, которые влияют на курс. То есть ставка Центробанка, там денежная масса и так далее. Но они в последнюю очередь – это вот внешнеторговый баланс. И смотрите, что у нас происходит. Когда Путин вот 20 лет пришел к власти назад, там 22, сколько там года, вот. Как раз в этот момент начала расти нефть. А у нас нефть – это основной экспортный товар. К чему это привело? Смотрите, нефти, так сказать, мы продаем, ну, практически столько же, сколько и продавали. Может быть, даже больше, потому что отношения между Западом, там Путин налаживал и так далее. Не только Путин и Ельцин, там, сказать, нам все помогали, все было здорово. Вот. И нефть значительно выросла в цене. Ну, давайте вспомним. При Ельцине, скажем так, вот, нефть стоила 22 доллара за баррель. А потом она, значит, пошла резко расти. И уже, ну, пика достигла, когда была рокировочка между Путиным и Медведевым. Там было 104 доллара за баррель. Ну, вот и представьте себе, значит, поток долларов в страну резко увеличился за счет экспорта. И этого потока было очень много. Настолько много, что правительство решило, что нам столько не надо. В принципе, в принципе, мы могли бы тогда, если раздать все эти доходы населению, то население ходило бы сказочно богатым. И, что очень важно, это привело бы к полной остановке вообще всей промышленности России. Почему? Так уже происходит во многих странах, то есть, те, которые страны, которые решают идти этим путем, распределять все природные ресурсы между своим населением, значит, просто раздавать людям, то так и получается, что люди начинают, ну, типа, а зачем нам работать? То есть, если мы ходим на работу, понимаете, ни одно, ни один бизнес не может сравниться по эффективности, ну, разве что наркотики, с нефтяным бизнесом. Там просто, ну, просверлили дырочку, грубо говоря, нефть бьет оттуда под давлением, и фигачим нефть и все, себестоимость нефти там 15-25 долларов за баррель, а, соответственно, продаем по 100, ну, нормальный бизнес, черт, вот, и ни один бизнес другой, ни торговый, никакой другой не сравнится вот с таким нефтяным. Поэтому, что решили сделать? Смотрите, мы продаем нефть за рубеж, получаем оттуда доллары, но доллары в Россию не идут, частично они идут по офшорам всяким, то есть, они там, ну, как бы, расплата идет за границей в долларах. Есть фирмы-посредники, часть денег оседает в офшорах, вы знаем, там, панамские и так далее, и на эти деньги покупается всякая недвижимость за рубежом и прочее, прочее, прочее. При Путине это вот на раз два, так сказать, половину Майами скупили, половину Лондона, значит, на Лазурном берегу кучу всего поскупили. Вот, ну, на самом деле, в абсолютных объемах там, конечно же, это небольшие деньги, ну, так, основная часть денег правительство решило создать так называемый фонд национального благосостояния и оставлять их там. Для чего это делалось? Ну, для того, чтобы как раз спасти свою национальную валюту. Ну, и кроме того, всего прочего, естественно, Путин решил поднять зарплату всем жителям, и там, так сказать, были ряд совершенно, ну, как бы, целый ряд поднятий доходов, населения, да, население стало жить явно лучше при Путине, и поэтому, естественно, популярность власти резко выросла. То есть, вот этот денежный поток, который шел за счет нефти, он шел как раз на, значит, ну, оставался там, чтобы покупать, грубо говоря, вот всякое, ну, для себя, для личного обогащения. Потом, значит, большая часть шла на, еще раз говорю, на фонд национального благосостояния, и достаточно много шло на социалку, на всякую и так далее, на благоустройство. То есть, мы стали жить лучше. Куда не шли деньги? Ну, деньги не шли на создание новых производств почему-то. Почему они не шли? Ну, не знаю, но, в принципе, была выбрана такая модель, почему нет? Ну, все нормально, и мы так жили, и жили хорошо, и жили так хорошо до февраля 2024 года. Ну, 2022. На самом деле, чуть раньше все завершилось, на самом деле, все было понятно еще осенью 2022 года, когда принимали бюджет, и принимали бюджет там, урезали социалку, а урезали вообще все, кроме военных и силовиков, и там были секретные расходы, то есть, война уже была запланирована. Вот. И что произошло с февраля месяца? Ну, в начале марта, грубо говоря. Начали вводить санкции. К чему это привело? Это привело, естественно, военные действия начались, и, естественно, начали вводить санкции. Но санкции вводятся неравномерно. Смотрите, что происходит. Импорт нам обрубают. Дело в том, что Россия занимает, ну, там, в районе 2% от мирового ВВП, и страны легко могут просто взять и обрубить импорт. Каким образом? Ну, просто говорят, мы не будем вам ничего продавать. Они и так, в общем-то, технологические вещи не продавали, продавали ширпотреб, продавали, ну, вообще, так сказать, материалы какие-то, которые нам нужны были для производства, полуфабрикаты какие-то. Вот. Перестали комплектующие, в не последнюю очередь, там, всякие запчасти, микросхемы. Всего этого нам сейчас не продают. То есть, импорт сократился в разы из-за границы. То есть, вот этот поток, который оттуда идет. А что с экспортом? А с экспортом все интереснее. Дело в том, что Запад, он не может очень быстро отказаться от экспорта при всем желании. То есть, там заряжены эти самые нефтеперерабатывающие комбинаты. Нефть в каждой стране своя, и, значит, для того, чтобы ее перерабатывать, надо переделывать нефтеперерабатывающий комбинат. Это быстро не делается. Во-вторых, значит, нефть идет по определенным потокам. Там, северный поток, значит, там, дружба и так далее, нефтепровод. Вот. Ну, вы понимаете, да? И, соответственно, их тоже нельзя как-то ничего сделать. Поэтому быстро очень это не перестроить. Вот. И поэтому экспорт на какое-то время остался на прежнем уровне. То есть, смотрите, вот мы гоним туда товар по-прежнему, оттуда нам доллары идут по-прежнему, но при этом, значит, уже давно доллары не остаются в офшорах с определенного момента времени, потому что там комплайенс и прочее. Значит, там очень много арестов, и деньги оттуда не вернуть. Это началось еще там в 2014 году, еще с прошлых санкций. Вот. А что сейчас произошло? Сейчас заморозили нам все золото-валютные резервы и отключили от свифта. То есть, мы при всем желании не можем даже, при всем желании оставить там наши доллары. То есть, они хлынули сюда, вот этот вот поток, то есть, он просто только увеличился лавинообразно. А импорт, соответственно, сократился в разы. То есть, долларов ведет сюда куча, что с ними делать, непонятно. И это привело к резкому усилению рубля, укреплению рубля. И рубль очень сильно упал. Ну, а почему это плохо? Да потому что бюджет у нас верстается в рублях. И если основная доля доходов... Сейчас я попытаюсь объяснить. Если основная доля доходов это нефть, например, да, то нефть стоила, ну, смотрите, скажем, 100 долларов за баррель. И доллар стоил там 72 рубля, скажем, за доллар. То, соответственно, 100 умножить на 72... 100 долларов... А, умножить на 72. Получаем 7200 рублей за баррель. И от этой суммы идут поступления в бюджет. Вот от этой суммы. От 7200 рублей за баррель. Ну, я грубо говорю, то есть, там, не придирайтесь к цифрам. Вот, теперь, значит, доллар падает до 61. Нефть стоит, ну, по-прежнему сейчас там, ну, в районе 100. Соответственно, уже получается 6100 рублей за баррель. То есть, в рублях нефть упала. И, соответственно, поступления в рублях уже снижаются. К чему это ведет? К тому, что компании, которые занимаются экспортом, они вынуждены продавать доллары для того, чтобы заплатить зарплату людям. А долларов не хватает. А рублей не хватает. И что делать? Ну, скажем, с нефтью там все в порядке, потому что там нормальная себестоимость, нормальная рентабельность. А вот у металлургов уже все плохо. И, например, ну, некоторые компании металлургические уже работают в убыток. И они говорят, ну, ну, просто в убыток, понимаете? То есть, они, у них затраты выше, чем они продают. Цену они повысить не могут, потому что цены там формируются за счет рынка. И там, ну, как бы очень высокая конкуренция. Все нерентабельно. То есть, ну, буквально надо закрывать металлургические компании, либо снижать курс рубля. Вот. Как это сделать? Это большой вопрос. Но я думаю, что достаточно скоро курс рубля будет падать. Доллар начнет расти. За счет чего это будет происходить? А за счет того, что, ну, западные страны перестраивают свои процессы и хотят отказаться от нашего экспорта. То есть, импорт у нас не увеличится, а экспорт уменьшится. С рублем все будет в порядке, а жить мы станем хуже. А вот к чему это приведет. Что надо делать? Ну, надо запасаться валютой. Пока не поздно. Вы будете вспоминать те времена, вот сейчас, как дешево стоил доллар, как дешево стоил... Ну, доллар сейчас идет активная дедолларизация экономики. Доллар покупать, в общем сказать, я не рекомендую. Но сейчас идет активная юанизация экономики. То есть, ну, торговля юанями очень-очень резко выросла. И люди запасаются юанями. Ну, в принципе, можно запасаться любой валютой, какой можно. Я, в частности, сейчас отправляю дочери в Чехию деньги. Так сказать, там они накапливаются в кронах. В Казахстане накапливаются в тенге. Завтра я собираюсь быть уже, планирую, в Грузии. И очень хочу тоже открыть счета в Грузии то же самое, чтобы деньги также накапливались в ларе. Да, сложнее все, да, будет сложнее следить за всем этим. Но у меня дочь учится в Чехии. И, значит, сейчас я отправляю ей через Казахстан деньги. Ну, буду через Казахстан. И будет параллельный канал через Грузию и, возможно, через Армению. Ну, а что я посоветую делать вам? А вам я посоветую, значит, смотрите. Есть на бирже так называемые фьючерсы. Фьючерсы на рубли, фьючерсы на доллар-рубль, фьючерсы на юань-рубль. И фьючерсы есть на индекс S&P 500, фьючерсы на нефть, фьючерсы на газ. И на этом можно сейчас очень здорово заработать. Вот, например, сегодня я построил опционную стратегию и ушел в горы. Вы видите, я сейчас вот там вот у меня, я не знаю, видно или нет, это Эльбрус. Там две белые вершины такие. Вот. И просто вот с утра посмотрел, да, доллар начал расти. И в моменте было плюс 42% к депозиту. Ну, потом, значит, у меня зафиксировалась часть прибыли там сверху. Он немножечко упал, но, значит, часть прибыли я зафиксировал. Я считаю, что он будет дальше расти. И на этом можно заработать. Как вы видите, можно заработать на срочном рынке. 41% это вообще, конечно, сказка. Но такое бывает далеко не всегда. Я только что посмотрел. Здесь ловят, кстати, 4G на Эльбрусе. Только что посмотрел, ну, так сказать, там опустилось. Плюс 25% сейчас только что было процентов. За день. Ну, это все равно здорово. Как этому научиться? Ну, это срочный рынок, ребята. Это сложно достаточно. Там вообще все по-другому. То есть, смотрите, есть инвестиции в акции, есть срочный рынок. Это все абсолютно разное. И что я хочу вам предложить? Я вам хочу предложить начать заниматься тем, что изучать все это. Ну, самое время, друзья мои, самое время. Кризис это время, когда богатые станут богаче, бедные станут беднее. И те, кто подсуетится в самом дне, те начнут расти, потому что все будет расти. Поэтому, поэтому надо именно сейчас, если вы еще не начали заниматься, если вы в этом ничего не соображаете, куда инвестировать, куда вкладывать деньги, как их сохранить. То есть, друзья мои, самое время начать этим заниматься. Я хочу предложить вам курс «Биржа для чайников». Это для полных чайников. То есть, вы будете торговать, даже если вы вообще в этом не бум-бум. У меня торгуют даже бабушки 60 лет. И спокойно, совершенно. То есть, вы установите торговый терминал, вы будете разбираться во всех вот этих вот стратегиях, так сказать, быстрых, там, небыстрых и так далее. Все индикаторы, различные технического анализа. То есть, все это будет вам доступно в результате курса «Биржа для чайников». Ну, а для продвинутых есть курс как раз для тех, кто хочет заниматься фьючерсами и опционами. Это курс как раз «Опционы» называется. То есть, там в основном про опционы. Это срочный рынок. Там другая философия абсолютно. Очень многое пригодится из того, что я говорил на курсе «Биржа для чайников». Там всякие вот элементы технического анализа. Но опционы – это особая история, там особая философия. Этим надо заниматься. Но там все посложнее немножечко. Там уже побольше будет математики, сразу могу сказать. Это будет достаточно сложно. Но, с другой стороны, технарям это вполне доступно и нормально. Поэтому вы можете начать этим заниматься прямо сейчас. Ссылочку вы видите. Вон там значочек «И» – «Демитков Юр.ру». «Биржа для чайников и опционы». Пожалуйста, выбирайте то, что вам нравится. Там есть варианты и бесплатный. Значит, первые уроки для того, чтобы… Ну, если вы сомневаетесь, как это понять. Вот. Ну, а я вот считаю, что… Я по-прежнему говорю, что рубль будет падать. Это неминуемо. Потому что… Ну, потому что… Таковы экономические законы. Все еще только… Ну, как бы в процессе идет. То есть, сейчас санкции только обрубили импорт. Я говорю, они обрубят экспорт. И, значит, все устаканится на более низком уровне. Россия будет на более низком технологическом уровне. Но, наконец-то, правительство начинает думать о том, что надо заниматься независимой экономикой. И инвестировать. То есть, еще второе направление – это надо заниматься, конечно же, бизнесом. Конечно же, надо заниматься каким-то производством, может быть, если вы еще в силах, по крайней мере. Я свое производство закрыл. Но сейчас ищу как раз новые направления для бизнеса. Как раз, ну, буквально вот перед отъездом сюда мне позвонили и предложили новый, так сказать, вид бизнеса. И непрерывно звонят, новый вид бизнеса предлагают. Вот я об этом еще буду рассказывать. Поэтому сейчас прямо напишите. Вот там вот. Ну, во-первых, комментарий. Во-вторых, лайкосик. А в-третьих, колокольчик подписаться, если вы еще не подписаны. Потому что я буду рассказывать о том, как зарабатывать, как выжить в кризис, как подняться в кризисе для того, чтобы, ну, богатые становятся богатыми и богаче. И чтобы вы стали богаче. Ну, насчет себя я могу сказать следующее. Что у меня сейчас восстановились доходы. И есть все шансы к тому, что они увеличатся. Ну, а как у вас, не знаю. Но я стараюсь помогать всем. У меня еще есть, кстати, телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Ну, значит, подпишитесь и туда. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.